здравствуйте друзья на канале садовая терапия и с вами я ирина сегодня 19 апреля 23 года ну что после вчерашнего моего видео о том как перезимовали розы что у меня есть выпады есть пострадавшие розочки есть розочки погибшие к сожалению их около 10 12 было много вопросов которые хотела бы на некоторые из них хотела бы сегодня ответить у нас сегодня пасмурный день и все эти дни обещают дожди а я с утра внесла под розочки которые в этой части сада и которые в кашку вот сейчас покажу вам до этого уже показывала удобрение вот такое пролонгированного действия greenwood вот я внесла долгодействующее удобрение на некоторые розочки на некоторые кашпо не хватило и поэтому я добавила бонафорте удобрение бонафорте ну то есть вот туда на ту часть все хватило вот сюда а вот на ту часть вот там есть несколько кашпо туда внесла бонафорте ну посмотрим как будут розочки себя чувствовать заодно и проверим да ну что я вам хочу сказать ответы на вопросы да вот кто-то говорил вот розочка на посмотрите royal даль она не пережила зиму ну вот она ведь их пострадавшая и скорее всего она не отойдет я буду ее заменять кто-то говорит потому что у вас две розы в кашпо ну вот поэтому они одна перезимовала другая нет друзья но такого в принципе быть не может розы рядом и если одна пострадала то в принципе их 2 должна была ее постичь та же участь но слава богу нет роза за аумбек роуз она пришла изначально хорошим крепким саженцем и вот она хорошо пошла хорошо пошла розу райл даль я какое-то время реанимировала проливала все танцы с бубнами вокруг нее делала ну вот она в общем-то плохо перезимовала кто-то говорит розу вас с краю горшка нет они не с краю горшка плюс в горшке вот внутри если вы видели мое видео вы должны были знать что я все обкладываю спамбондом то есть внутри горшка у меня прежде чем высаживать розу все обложено спамбондом то есть это делается для того чтобы зимой защитить розы от промерзания а летом от перегрева так что друзья вот одна розочка рядом сидящие благополучно пережила эту зиму вторая можешь сказать не пережила не пережила вот подсадила котовник чтобы немножко тут как-то закрыть и вот видите он они росли в абсолютно равных условиях в абсолютно равных условиях просто один саженец был покрепче хороший 2 послабее вот поэтому так и получилось здесь я пока высадила лилии и веронику ну пусть они пока в этом кашпо этот сезон будут потому что здесь пропала розочка миранда которая изначально пришла слабенькая я ее в том году все лето реанимировала все лето вот так она и не пережила вот друзья если посмотреть другие кашпо вот посмотрите здесь две розы здесь две розы десдемона и жена поэта отлично они перезимовали саженцы были хорошие крепенькие ну вот прекрасно все перезимовала здесь несколько розочек посмотрите кашпо у меня от 60 до 90 литров эти 70 литровые здесь вот есть 80 литровая здесь 60 литровая здесь тоже две розочки благополучно перезимовали это розы куплены в нью-джерси когда-то несколько лет назад джузепс кур и вот они вот эти пошли красавицы здесь тоже две розочки дома джуди дэнч здесь розочка и инка по моему инку я сюда подсадила к ней посмотрите обе как хорошо перезимовали розочки 50 литровых кашпо вот 50 литровых у меня по одному саженцу тоже розы хорошо перезимовали сейчас покажу вам еще кашпо но это вот к вопросу что из-за того что две три розы в кашпо не друзья нет это нет не из-за этого 80 литровая кашпо два саженца дарси басов здесь два саженца вот посмотрите оба прекрасно перезимовавшие здесь тоже два саженца и там у меня тоже вот посмотрите это из мама розы из этого питомника розы а здесь у меня сидела янк люсида с розах которая изначально пришла слабая плохенькая я вот просто все лето с ней как я не знаю кто вот я носилась с этими розами проливалась что я только с ними не делала ну нет ничего подобного если роза слабая совсем ослабленная ну хоть носитесь хоть проливайте хоть что вы делаете она все равно будет слабой у нее такая иммунная система так вот работает эта роза и вот янк люсида с не перезимовала многострадальный мой янк люсида с заказала новую нью-джерси надо сразу заказывать в проверенных хороших питомниках чтобы потом не было разочарований что здесь что здесь здесь тоже по две розы все благополучно перезимовавшие англичанки он посмотрите все благополучно перезимовавшие там розы из мама розы здесь тоже благополучно перезимовавшие друзья там где по три розы в кашпо они у меня на доращивание я буду оставлять ну самое много это 2 самое много это 2 конечно по одной буду убирать здесь они просто у меня на доращивание были вот они из мама розы пришли здесь одна роза братья гриб а 2 институт люмьер 1 институт люмьер я буду убирать конечно же это просто вот они у меня пока этот год еще будут тут на доращивание ну и посмотрите как они три розы в одном кашбо 80 литровым посмотрите они прекрасно перезимовали вот просто великолепно тут то же самое видите посмотрите сюда здесь тоже две розы они прекрасно перезимовали дело не в том сколько рос кашпо 2 3 1 дело не в этом очень многое зависит что я в общем то и хотела в прошлом видео донести до вас очень многое зависит от качества саженцев которые мы получаем вот в этом 90 литровым кашпо 4 розы они маленькие лаванда райс вот они 4 и они благополучно все четыре перезимовавшие розы из маморозы вот друзья вот там роза который мне не перезимовала констанция она из питомника мой сад она изначально вот этот саженец и в том кашпо саженец они эти две розы изначально пришли слабенькие хиленькие и мне тоже приходилось ними носиться в том году я вроде бы вот как могла все что могла делала и все что знаю дело реанимировала они у меня даже хорошо процвели но как видите как видите результат да ну то вроде бы еще пошла а это нет буду убирать буду убирать что здесь еще я вам хочу показать все розы прекрасно перезимовавшие и вы знаете я не делаю из этого трагедию ни в коем случае это жизнь бывают у нас потери всякое бывает я знаю сады девочек которые потеряли по 200 роз после этой зимовки по 50 по 30 по 40 по 100 представляете какие выпады но это вот просто уму непостижимо вот такое количество я знаю этих людей которые потеряли огромное количество роз после этой зимы причем розы были укрыты все было хорошо но когда осталось с ними разговаривать и выяснять из каких питомников чего какие саженцы приходили многие саженцы да тоже были на реанимации и приходили слабенькие и хиленькие вот друзья вот о чем речь понимаете вот о чем речь здесь вроде бы все хорошо перезимовала вот я смотрю вот так вот наблюдаю и все рассматриваю как и что розы которые чуть прихватила после возвратных заморозков но они вот тоже очухиваются вот немножечко видите очухиваются эти розочки все равно пошли пролью еще сульфатом магния вот розочки вот что значит сильный иммунитет у розы черри бренди они подмерзли обрезала под ноль вот посмотрите если роза крепенькая до изначально то она и выдаст нам хороший результат знаете дальше давайте посмотрим дальше ну здесь тоже много чего могу показать вам здесь вот например розочка наутика посмотрите она изначально пришла хорошенькая крепенькая такая вот она пожалуйста наутика все с ней замечательно она тут с клематисом в кашпо здесь канглайт розочка тоже все с ней замечательно прекрасно все с ней вот эта розочка посмотрите какая и она тоже с клематисом все хорошо друзья о чем речь о том что качество саженцев на это нужно смотреть обращать внимание вот если эти розы были хорошего качества они показывают результат понимаете они все показывают ну вот здесь пришлось чуть-чуть повозиться по проливать но тоже пошли розочки вот здесь вот тоже на реанимации розы были и они пока временно сюда высажены 3 конечно я тут одну 2 оставлю ну вот эта массура как говорила я вчера видео без слез не взглянешь ну вот она из мой сад все розы которые пришли из мой сад ростов-на-дону все год либо в таком состоянии плачевном либо вообще погибшие так вот что вам скажу что еще вам показать все друзья вот посмотрите на сенс визан моя любимица сенс визана за ней флорентина вот они какие-то побежки за горизонтали ла вот уже пошли пошли очень хорошо эти почечки пошли посмотрите как на флорентине если розы пришли сильные вот они и покажут понимаете хороший результат до зима была такая непростая потому что до минус минус 20 было где-то до недели где-то примерно около недели минус 18 минус 20 причем без снега причем вот эти розочки я вообще не укрывала чуть слегка окучивала вот прям чуть слегка ну вот они все пошли а малышей которые я с осени высаживали с весны прошлого года вот видите то что я вам перечислила вот эти восемь роз однозначно уже я вот ближайшие дни буду выкапывать 8 остальные пока под вопросом буду пока ждать и смотреть и наблюдать за ними вот ну а 8 и до этого еще 4 я выкопала это вот считайте уже 12 до 12 розочек однозначно я потеряла еще штука 45 под вопросом вот ну вот так вот ну что поделать здесь розы они кстати говоря тоже было несколько плохо перезимовавших но я их подрезала и вон они уже пошли вы смотрите эти уже пошли вот это пошла уже пошла смотрите какие бутоны на пионах это макина грант весь весь в бутончик ах макина грант вот он макина грант а здесь коралл шарм или чарм тоже весь в бутонах смотрите мурал чарм вот розочки здесь у меня шарлотта вот шарлотт шарлотт и здесь хоть шоколад они рядом посмотрите как они хорошо пошли тоже рядом высажены ну сколько между ними между ними сантиметров 30 может быть но друзья сад у меня небольшое поэтому да я высаживаю меня местами плотные посадки не везде они плотные но местами они плотные ну так получилось так получилось вот розочку меня запил грим она у меня тут с климатисом очень красиво всегда смотрится ну дай бог вот вроде бы все пошло все хорошо что еще это моя старая роза прям ей лет 15 если не больше каждый год до вырезаю чуть ли не под ноль но она восстанавливается здесь здесь кашпо две розы ну одну может быть потом буду убирать это love song и вот она посмотрите если это был хороший саженец вот две розы в 80 литровом кашпо прекрасно пошли они в рост и все с ними хорошо друзья ну вот понимаете вот такая ситуация выходит что очень многое зависит от саженцев вот давайте еще раз пройдемся еще раз пройдемся я со своей вины не снимаю я не говорю что я тут такая прям ни в чем не виноватая наверное я допустила ряд каких-то ошибок что-то упущение какие-то с моей стороны были к этим малышкам да вот они не перезимовали трагедию не делаем из этого пожалуйста живем дальше и радуемся тому что у нас есть а есть очень очень многое можно сказать почти до 500 роз в саду имеется так что полюбоваться будет чем полюбоваться будет чем вот даже сейчас вам покажу пришли саженцы в том году они сильно были подвержены и вот клещ паутинный клещ напал и жара их потом добила две розочки это роза chicago пис из про цветок из про цветок вот 2 chicago пис ну вот посмотрите но если это изначально были хорошие саженцы они все равно восстановились как бы не было и чтобы не было они восстановились посмотрите я там даже восстановила мадам де фигаро розочка в кашпу видите мадам де фигаро у меня один саженец я подарила а второй был такой малюпусенький такой вот прям ну вот посмотрите ну если это саженец хорошего качества пришел то он будет хороший он и пойдет и он восстановится немножечко каких-то реанимационных действий конечно с моей стороны усилий и все и саженцы идут в рост здесь нужно кстати подвязать мастер land у меня как-то совсем вот сюда нужно тона чтоб не повредилась здесь вот смотрю теперь уже и польку надо пролить от хлороза видите полечка вот буду проливать от хлороза несколько розочек конечно тоже еще надо пролить может быть даже сейчас препараты и пролью вот полька там у меня балерина и там у меня ангела вот эти три розы вот видите светлые листочки эти вот тут там и вот здесь вот эти три розы сейчас пролью хилатом железо все будет хорошо с засадами я слежу все вовремя здесь вот розочка меня бича думала все выкопаю но нет он посмотрите пошла прекрасно она пошла в рост он там одна хайди клум хорошо пошла вторая была слабенькая ничего и она пошла друзья так что если брать в процентном соотношении с 500 роз 12 15 как говорится потери ну я думаю это не такой уж и большой процент все равно есть чему порадоваться и будем этому радоваться поэтому я не унываю не переживаю да мне очень жалко эти розы все живое все живое и хочется чтобы это живое и помочь этому живому благоухать свести быть вот хорошим отличном состоянии но не всегда у нас получается наши усилия иногда не всегда приводят к хорошему результату как бы мы ни старались я говорю если изначально саженцы были слабенькие ну что поделать до бывает вот поэтому друзья всем хорошего настроения пусть ваши сады и розы и все даже то что вот у вас плохо перезимовала ну да обрежьте реанимируйте я уверена что все будет хорошо какие-то розы все равно вас порадуют какие-то ну значит пришло время высадите новые так вот как я несколько сортов я буду повторять может мне бы хотелось чтобы они были в моем саду и всего вам доброго друзья спасибо за внимание ко мне к моему саду к моему каналу спасибо всем моим гостям гостям моего канала заходите подписывайтесь будет много интересного все буду показывать без утайки развитие роз как они развиваются как они в кашпо развиваются кстати на заднем дворике вот в горшечном садике где у меня розы там пропала одна роза одна японка принцесса сакура 1 которая пришла изначально в очень плачевном состоянии и я ее опять же реанимировала вот она бедненькая не пережила но повторять ее не буду не буду повторять вы сужу что-нибудь другое вот друзья всего вам доброго мира вам добра и пусть ничто не огорчает вас есть гораздо большие потери гораздо большие трагичные потери которые добывают нашей жизни в этом мире а потеря нескольких саженцев роз до печально но пусть это будет самая большая печаль которая вообще может с нами произойти все друзья пока пока до новых встреч